Эти люди каждый день приходят на работу, но только не для того, чтобы выполнять свои служебные обязанности. Родное предприятие 9 месяцев назад перестало им выплачивать заработанные деньги. С тех пор сотрудники выживают. Ходим-ходим, ни зарплаты, ничего. Как нам жить? Ходить подбираться, что ли, людям? Без средств к существованию остались сотни человек. Люди не видят не только зарплаты, но и работы. Их больше не приглашают за станки. Они недоумевают. В цехах есть пряжа, в запасе ткань. К тому же, два года назад текстерный комбинат реанимировали после долгого простоя. Его включили в программу посткризисного восстановления. В стенофабрике вновь был слышен ткацкий станок. Тут смело заговорили о возврате былой славы и даже экспорте в Европу и Китай. Здесь, где есть хлопок, здесь есть специалисты. И такой комбинат, который 50 лет работал, и сейчас он простаивает. Это очень стыдно. Теперь руководство перед рабочими разводит руками. Рады бы покорять мир отечественной продукции и даже зарплату выплатить. Но не все так просто. Связано с юридическим оформлением документов и условиями между инвестором и инвестиционным фондом. В связи с этим мы обратились в экономический суд. Потому что мы считаем, что это наша правда. Инвестиционный фонд в то же время тоже обращается в суд. Вопрос задолженности по зарплате на контроле Акимова в области. На сегодняшний день из 160 миллионов тенге задолженности погасено порядка 20 миллионов тенге на 130 человек. Неожиданно нашлись деньги, чтобы погасить и оставшийся долг. По данным Акимата, выплату начнут уж на следующей неделе. Сейчас сотрудников попросили сдать необходимые документы, а через три месяца людей обещают вернуть и на рабочие места.